Кудри, бакенбарды, слой грима, черный фраг и ученик 8 класса Назарбаев интеллектуальной школы Дмитрий Гаврилов Превращается, да, именно в Александра Сергеевича Пушкина Сегодня он предстанет в образе великого поэта с миниатюрным поэтическим этюдом В рамках тематической недели словесности и театра в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления Я помню чудное мгновение, передо мной вилосты, как немолетное видение, как гений чистой красоты В томлениях грусти безнадежной, в тревоге шумной суеты Звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты Шли годы, бурь-порыв мотежный, просеял прежние черты И я забуду голос нежный, твои небесные черты Это мой любимый поэт, наверное, все его с детства знают Самый популярный Как бы я его творчеством увлекаюсь с детства Мне понравилось, как меня загримеровали Так как я стал похож на Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина Я, похоже, не знаю, наверное, то, что у меня волосы такие Кто сказал, что изучение школьной программы по литературе – это скучно? Назарбаев интеллектуальной школе считает иначе Школьники стараются разнообразить каждый урок литературы А сегодня в этом им помог профессиональный гример русского драматического театра Чему бы ты ни учился, ты делаешь это для себя Так говорил великий Александр Сергеевич Пушкин Ученики Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления Изучают великих русских классиков И причем изучают не только их произведения Но и примеряют на себя образов великих поэтов А также персонажей их произведений По-моему, это очень увлекательный проект Увидеть Пушкина в школьных коридорах – это редкость Но еще здесь можно встретить и очаровательный героинь пьесы «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова Ученицы 9-х классов Диана Карабекова и Куралай Базарбай Предстали в образах баршин дореволюционной России Отчего-то я не люблю «Вишневого сада», как раньше Я 17-летняя, дочка Раневская Ну а я, собственно, мама Ани Раневская Мы играем в пьесе «Вишневый сад» Я играю Аню И, конечно же, это помогает нам узнать про самого автора И вжиться в роль Преподаватель русского языка и литературы Салтанат Келемник говорит о том, что подобные постановки – мероприятие нередкое А то, что ученики вживаются в образы, помогает им лучше понять автора И чувства и переживания героев Нам очень интересно, во-первых, посмотреть, насколько действительно может преобразоваться ребенок И это будет здорово, если дети сами это действительно увидят Вот как сейчас на примере Пушкина Мы все посмотрим, открыв рот, и реакция детей тут действительно такая неожиданная Это вообще здорово Вот эта незримая связь, понимаете, театр литературы Даже вот преображение человека Это неоценимо, понимаете, для понимания детьми литературы А сейчас в наше время Ребенка привлечь к литературе, увлечь к литературе Это очень важно Школьные постановки – искусство коллективное И все школьники с удовольствием принимают участие в активной творческой деятельности Стрелизованное изучение характеров персонажей и биографии Позволяет намного глубже погрузиться в волшебный мир классической литературы Редактор субтитров А.Семкин